Субтитры создавал DimaTorzok Между двумя ключевыми для европейского искусства и вообще для европейской истории эпохами, между Ренессансом и Барокко, и постараюсь это сделать на очень дорогом мне материале восточно-прибалтийской эпиграфики XV-XVII веков. Не безвестно, что бесчувственному телу равно повсюду ислевать, но далеко не все равно для Ренессанса и Барокко было то, как изобразить тело человека в его посмертном опыте. И хотел бы начать именно с Ренессанса. Ренессанс, естественно, несколько позже приходит в циркумбалтику, так сказать, по сравнению с Европой Средиземноморской. И становление и последующее более или менее значительное распространение гуманистической эпитафии Европы на рубеже раннего и высокого Ренессанса, это вторая половина XV-XV, начала XVI века, маркировала формирование не только особой интеллектуальной среды, знакомой с античной эпиграфикой, с авторским текстом античности, стремящейся с его помощью максимально приблизиться к событиям и реалиям античной истории и культуры. Формирование гуманистической эпитафии маркировало также важный антропологический опыт, который был пережит этой средой. Опыт индивидуализации смерти как социального и биологического явления. Опыт индивидуализации жизненного пути и результата интеллектуального открытия этого инвентума, который, так сказать, в идеале должен был вести, так сказать, освещать собой жизненный путь. Этот опыт, пережитый вот этой ренессансной гуманистической средой, оказался противопоставленным во многом до и вне гуманистическому коллективному переживанию смерти как общего императива человеческого существования, человеческого бытия. Распространение гуманистической эпитафии в Европе на рубеже раннего и высокого Ренессанса, естественно, необходимо соотносить с нуждающейся в дальнейшем исследовании, и я думаю, что нуждаться, действительно, это еще будет долго, проблематикой пределов и форм рецепции гуманистической культуры и, прежде всего, в различных слоях европейского городского социума или европейских городских социумов, включая, естественно, и восточный прибалтийский ареал. Я хотел бы начать с очень, я бы так сказал, такого, ну, скажем так, с одной стороны, естественно, очень известного, с другой стороны, достаточно труднодоступного, так сказать, чисто технически, так сказать, памятника для обозрения. Это известная, так сказать, памятник, который относится к известной бременской капелле или капелле Святой Марии, которая, так сказать, является частью комплекса Оливисты в Таллине, и поговорить о кинотафии Ханса или Ганса Павелса или Паулса. Собственно, вот то, что мы сейчас видим на слайде, это общий вид и то, как он в основном, так сказать, предстает для людей, так сказать, поднимающихся от морских ворот в Таллине. И, собственно говоря, не утруждая нас всех, так сказать, биографическими данными о Павелсе, сразу хотелось бы отметить следующее. Следующее. Разумеется, и Ренессанс, и Средневековье знают и многократно, я бы так сказал, экспериментируют с изображениями человеческого тела, знают, как его изображать, и экспериментируют с этими изображениями именно в отношении тела умершего, тела пережившего, так сказать, некий, несущего на себе некий посмертный опыт. Ну, для, естественно, всей европейской эпиграфики Средневековья, начиная от раннего Средневековья, заканчивая XIV веком, естественно, главным изображением тела является тело, не тронутое тлением, тело в его вечном предстоянии перед Богом, так сказать, тело в момент, так сказать, второго и, так сказать, вечного, как бы, так сказать, предстояния в вечности перед Создателем. Но наряду с этим с XIV века, как минимум, известно распространение следующего изобразительного мотива, когда тело изображается как некая абсолютно, так сказать, скелетированная субстанция, не несущая на себе никаких признаков плоти. И то, и то для Средневековья и Ренессанса известны. Неизвестно другое. Ни в Средневековье, ни в Ренессансе нет корреляции между текстом, надкробным текстом, говорящим о индивидуальном жизненном опыте и изображением тела. Вот это важно. То есть изображением тела любым, будь то, так сказать, просто изображением тела, как некого, так сказать, прижизненного состояния, будь то изображением скелета. Вот этой корреляции нет. Вот это важно подчеркнуть прежде всего. Ренессанс начинается, ренессансная эпитафия, гуманистическая эпитафия начинается тогда, когда два этих компонента, изобразительный мотив и текст встречаются. И вот я думаю, что вот таким вот очень удачной иллюстрацией вот этой встречи является эпитафия как раз Ганса Павелса, который, с одной стороны, изображает тело, абсолютно уничтоженное тленом, абсолютно уничтоженное смертью, так сказать, да, посмертный опыт не оставляет ничего от этого тела. Но, с другой стороны, в эпитафии начинает проявляться то, что потом будет очень важно для эпохи Ренессанса. То, что человек на фоне пережившего посмертный опыт тела оставляет как некое нетелесное. И эпитафия в этом смысле очень, так сказать, открыта. Нам говорит, что то, что я отдал, осталось со мной. Да, ты кафе, сми хефлефе. То, что я сохранил, покинул меня. Поэтому никто не должен подниматься слишком высоко. Человеческая жизнь проходит как дым. И, собственно говоря, дата 1513 год. В общем-то, в каком-то смысле, это для, ну, как минимум, эпиграфики, я бы так сказал, северной части вот восточно-прибалтийского ареала. Я бы сказал, что это в каком-то смысле программная эпитафия, некий программный памятник, который во многом открывает, так сказать, череду ренессансных памятников в этом регионе. Это, собственно говоря, та самая эпитафия, которую я уже процитировал. Ну, чуть более позднее. Это надгробие Иоганна Баллива. Умер он в 1520 году. А эпитафия относится к датам между 1520 и 1525 годами. Автор Михель Ситтов, тоже один из известных, так сказать, проводников, медиаторов ренессансного влияния в Прибалтике, в частности, в, так сказать, в эстонских землях. Медиатором этого влияния он был, естественно, через нидерландское посредование. И, собственно, этот памятник, который сейчас доступен для обозрения в фондах Таллинского музея Нигулисты, и, собственно говоря, продолжает череду, так сказать, такого, я бы сказал, первого стыка, иллюстрации первого стыка, первого сочленения старых, еще доренессансных опытов изображения тела, пускай и более усиленных, так сказать, достижениями просто ренессансного искусства. Но, так сказать, наряду с этим уже в эти памятники начинает торгаться тот самый текст, фиксирующий посмертный опыт, чего принципиально не делала эпиграфика до Ренессанса. Или, ну, скажем так, делала крайне в ограниченном и исключительном случае, я могу назвать, ну, может быть, за всю историю, так сказать, европейской эпиграфики буквально считанной плиты, так сказать, действительно не укладывающейся, так сказать, не в некий общий ранг, так сказать, в некий общий регистр. Примерно с второй половины XV века в Италии начинается некая, я бы сказал, новая... Мы, как бы, свидетельствуем, мы находимся, так сказать, перед лицом рождения нового изобразительного сюжета, некой новой изобразительной линии. Тело человека не изображается более как, так сказать, тлеющая, гниющая, разложившаяся субстанция. Тело человека принципиально не тронуто. И даже более того, оно облагорожено смертью. Такие надгромы, такие эпитафии мы прежде всего встречаем в флорентийской церкви Санта-Кроуча. И перед нами вот два известных, самых известных памятника. Это эпитафия Карло Морсупини, которая была, так сказать, изготовлена, сделана в 1453-1555 годах. И эпитафия Леонардо Бруни, еще более известная, находящаяся буквально, так сказать, в другом нефе, так сказать, в противоположном нефе церкви Санта-Кроуча. Они просто вот смотрят, так сказать, друг на друга. Где, в частности, написано, после того, как Леонардо ушел из жизни, имеется в виду Леонардо Бруни, Эвита Мигравит, плачет история, а не мелокосноречие. И, как говорят, ни греческие, ни латинские музы не могли сдержать слез. Перед нами два классических примера того, как тело определяется, как усопшее определяется через его личный инвентум. О Карло Морсупине, ну, равно как Леонардо Бруни, не сказано больше ничего, кроме того, чего они достигли. Ну, и чуть-чуть позднее будет, естественно, эпитафия Рафаэля. Здесь лежит Рафаэль, кем опасалась природа быть превзойденной навек и умереть вместе с ним. Эпитафия чуть более поздняя, начало XVI века в Римском пантеоне. Уже во второй половине XVI века, вслед за, так сказать, вот первой апробацией сюжета, изобразительного сюжета нетронутого, так сказать, тленом человеческого тела, это же изображение, этот же изобразительный сюжет приходит уже и сначала в нидерландское искусство в начале XVI, в конце XV века, и чуть позднее, во второй половине, к середине XVI века, достигает циркумбалтийских, так сказать, пределов. Ну, перед нами известный эпитафия Иоганна Бранда и супруги Иоганна Бранда, Дороте и Бранд, из, так сказать, известного собора Святой Марии, из Данца, Гагдайска, эпитафии 1577-1578 года. Да, конечно, дань предшествующей традиции о том, что смерть – это общий императив человеческого бытия, изображён, так сказать, зафиксировано над портретами усопжа. Смерть, так сказать, сравнивает скипетры и мотыги, так сказать, но, так сказать, наряду с этим, если вы посмотрите на левую часть, наряду с этим под, так сказать, изображениями усопших представлен огромный детализированный перечень того, что было достигнуто ими в их жизни. И именно это, скорее всего, скажем так, позволяет им, их портретам, их телам, так сказать, быть навеки оставленными в нетлении, что вполне укладывается, так сказать, в общий сюжет, так сказать, в общую линию понимания тела в ренессансном искусстве. Тело как некоего носителя и, так сказать, медиатора прижизненного опыта. Тело как того, что не просто остается от человека, но того, что должно всегда засвидетельствовать пережитый этим человеком посмертно. Поэтому тело не может разложиться. Посмертный опыт уникален, он неразложим. Также неразложим и тело. Чуть позднее в искусстве, в частности, и Прибалтийском тоже, поскольку я говорю о нем, то, разумеется, я не хочу сказать, что это некая, так сказать, уникальность Прибалтийского региона, восточного Прибалтийского региона, но там это, естественно, тоже присутствует, встречается тело человека, изображенное в определенной, я бы так сказал, архитектонической структуре. Это тело человека, условно говоря, находящееся в некой сине, в некоем доме, в некоем обиталище, присталище. И вот, в частности, одним из ранних таких примеров является в Таллиннском домском соборе Святой Девы Марии, у северной стены, апсида эпитафия Улафа Рюнинга, господина Тюреса. Это эпитафия, относящаяся к шведскому периоду в истории, вообще, Эстонии, и истории Таллина, в частности, где также, все так же в целом, в рамках нашей пока еще ренессансной, так сказать, традиции, говорится, некогда королевского величества Швеции, короля Юхана Третьего, прежде Гофмаршалл, благородный и знатный Улаф Рюнинг, господин Тюреса, в мире упокоился в Господе в определенный день и вот в определенный год. Здесь примечательно положение человека, его тело, пока еще так же не тронутого тлением и даже украшенного смертью в определенном архитектурном пространстве, архитектурном сооружении. То же самое буквально, так сказать, в те же годы свидетельствует надгробная плита Георга фон Розена, находящаяся в церкви Лилстраупского замка, это нынешний паргаусский край в Латвии, и также надгробный памятник епископа Анджиа Нидецки в церкви святого Иоанна в латвийском Цесисе. Изобразительный мотив – тело, находящееся в определенном архитектурном пространстве, назовем это пространство-пристанище, дома, прибежище, также остается неизменным. Ну и, наконец, завершая вот эту редессансную, так сказать, череду, мне хотелось бы перевести пример достаточно поздней, уже 1640-х годов, эпитафия Окке Хедриксона Тонта и Зигарита Билки в кафедральном соборе города Обу, он же Турку, в Финляндии. Вот, собственно говоря, это пример, во-первых, того, насколько, я бы так сказал, изобразительное искусство ренессанса, с одной стороны, я бы так сказал, совершенствуется к моменту конца 16-го, начала 17-го века, в отношении предстоящего зрителю и собственному жизненному опыту человеческого тела, и, с другой стороны, это еще один пример того, как человеческое тело вписано в архитектурное пространство. Мотив архитектурного пространства, обособленного архитектурного пространства дома Сени, является чрезвычайно важным для циркумбалтийского надгробия эпохи позднего Ренессанса и раннего Барокко, и используется он как для памятников, чья композиция изначально выстроена вдоль вертикальной оси, так и для памятников, чья композиция предполагает известный плюрализм точек и осей зрения. Например, это плиты покрытия саркофагов. То есть мы понимаем, что на плиту покрытия саркофага можно смотреть как минимум не с одной точки зрения. Это покрытие саркофага Каспера фон Тизенгаузена и Меркель, Марты Оксеншерта. Это покрытие саркофага Карла Хедриксона, Горна и Агнессы фон Дельвик. И покрытие саркофага, которое сейчас, к сожалению, не существует, существует только саркофаг Тизенгаузенов. Отто фон Икскюля – это все материал, который находится в Таллинском домском соборе. Материал буквально погодный, так сказать, что не безинтересно. Чуть более, я так сказал, расширяется мотив архитектурного пространства подкладыванием под голову усопших погребальных подушек, что одновременно делать мотив архитектурного пространства еще и, так сказать, надгробием, неким ложем надгробным, где усопшие одновременно предстоят нам и одновременно покоятся, что не изменяет, впрочем, некой общей конструктивной функции вот этого архитектурного пространства, как некоего дома-прибежища, домопристанища для нетронутого смертью тела. В последних десятилетиях XVI века обороченная эпитафия прорастает из эпитафии ренессансной в момент, когда последняя, то есть ренессансная эпитафия, перестает лишь констатировать и увековечивать осуществленный опыт индивидуального жизненного пути и результат интеллектуального открытия, но начинает обозначать грани бытийных кластеров, в слагающих этот опыт победа, поражение, личная воля, фатум, преданность, предательство, дерзновение, предопределение. Для обороченной эпитафии самооценен уже не индивидуальный жизненный опыт, не факт констатации этого опыта, но опыт причудливо, ну так как опыт, как жизненный опыт причудливо проявлен в сочетании грани бытия. Наиболее ранним, как мне кажется, наиболее, так сказать, таким емким, емкой иллюстрацией является надгробный памятник Пунтуса де Лагарди, еще в том же Домском соборе Дева Марии. Здесь великого доблестью мужа скрывает малая урна, того, кто был в искусстве войны, итоги гражданских дел преславен. Пунтус он был, и данные от морской бездны нес имя. Увы, тело свое укрыл Пунтус в неглубоких водах. Ну, естественно, намек на то, что Пунтус де Лагарди утонул в реке Нарове, когда переправлялся, так сказать, через реку после успешного отражения, так сказать, нашествия, так сказать, русских войск, московских войск на город Нару, собственно говоря, на шведский город Нару. Но краткий жизненный путь возместила добрая слава, а самая смерть есть ничто иное, как некое основание жизни новой. Во второй половине 17 века имеет место своеобразная деантропомофизация. Я уже за не менее времени как бы достаточно быстро иду по, так сказать, барочному пространству эпитафии и перехожу ко второй половине 17 века, где имеет место своеобразная деантропомофизация барочного надгробия и самого барочного видения смерти как следствие преодоления барокко ренессансного взгляда на смерть сквозь состоящий опыт индивидуального человеческого бытия противостоящей лети. Подобный взгляд барокко преломляет в видении смерти как универсально безличной категории, которая своим наличием трагически сравнивает. Этот трагизм самооценен для барокко всякий индивидуальный опыт человеческой жизни. Эпитафия Захарии Шольца гласит «Памятник сей, чтобы предостерегал ум в том, что все человеческое суть дым, тень и суета, а вернее ничто, живым и здравствующим себе озаботился установить вот собственно Захария Шольца в год появления, появленном спасении 1682. Вот этой деантропомофизации любого жизненного опыта, некого разложения этого опыта, к которому приходит барокко в конце 17 века, и собственно с чего начинается новый отчет, новым гранем и средством изображения человеческого тела уже в искусстве собственно говоря нового времени, соответствует несколько памятников, значимых памятников, а именно Эпитафия Иоргана Гульденштерна 1651 года в Гдальском соборе Святой Део Марии, и как мне кажется наиболее отчетливо иллюстрирующий этот опыт разложения опыта, две и даже три Эпитафии из Собора Вознесения Пресвятой Део Марии во Фромбурге, Эпитафия Станислава Бужейского 84-97 год, Эпитафия Анджея Загорного и Эпитафия собственно говоря уже упомянутой Захарии Шольца или Шолца, которая датирована уже излетом так сказать 17 века, а именно вот 80-ми, 90-ми годами. Почему указываются сразу две даты? Потому что крайние левая и правая эпитафия были сделаны при жизни и собственно говоря вот здесь вот как бы да здесь об этом сказано и только потом вторая дата это собственно говоря дата смерти того человека, который в определенный момент своей жизни изготовил вот это надгробие с вполне характерным так сказать совершенно диантропромофизированным изображением человеческого тела как человеческого тела которое абсолютно так сказать ни хиле так сказать абсолютно ничто абсолютно такое же как и у нас у всех и у всех всегда будет потому что человеческое потому что любое человеческое собственно говоря фумум умбрам бонитатам иммунии спасибо все очень интересно явно уже похороненный но с песочными часами нетерпеливо ждет когда же его снова вернут простите вы можете это опровергнуть нет это не только не опровергается наоборот подтверждается текстами вот если мы ну несколько более так сказать усилим наше зрение то мы видим что здесь вот он этот Захарий Шольц находится в состоянии креденс так сказать верующего увидеть благодеяние господа на земле живых да разумеется мотив воскресенье так сказать очевиден он разумеется есть но это еще к тому же песочные часы это еще и мотив разумеется о том что так сказать земное время человека так же идет и так сказать здесь особенно важно для меня было подчеркнуть что здесь не просто некий общий ну скажем так иконографический сюжет изображения скелета но и некая скажем так моделировка этого изображения общая то есть в каком-то смысле эпитафия барочная приходит к к к во многом но в одном не приходит во многом приходит к тому что тело универсально разложимо универсально в смысле любое тело всегда так сказать любое тело всегда ожидает один и тот же конец но если редкие изображения скелетов человека в эпоху средневековья говорят о том что я условно говоря та формула которая нам всем известна что то что я есть ты будешь то что так сказать ты есть я был но не более того то в эпоху барокко барокко действительно для него важно подчеркнуть что вот собственно говоря то о чем я попытался может быть вот здесь так сказать в меру ограниченности слайда сказать что для барокко важен трагизм вот этого обезличивания так сказать любого деяния человека при жизни вот это важно для барокко для средневековья этот трагизм посмертного обезличивания не играет никакой роли и наверное это единственное ключевое противопоставление между сходными прочими условиями эпохи барокко и эпохи средневековья для вечера у меня сразу будет три вопроса я надеюсь что они прозвучат понятно и быстро первый вопрос таков существует такое понятие как дикое или готическое барокко которое искусствоведы отмечают из некоторых областей священной римской империи например для Баварии или часть ипогеевы где народ и архитектор в том числе местные не очень сильно восприняли ренессианцию но при этом барокко легло в их сознании гораздо лучше всего своей может быть со сродственностью чем вот более древнему и менее упорядоченному как кажется современным спецназом есть ли действительно в северной Прибалтике такие же случаи когда барокко легло на непраготовленную почву где ренессанса в общем-то почти что не было оно именно пришло на такое готическо-языческое так скажем наследие и легло на него уже совершенно новые формы может быть похожие чем на приведенные на пример второй вопрос связан с тем как отразилась реформация по сути говоря вы говорили о ренессансе и барокко но при этом ни слова не сказали о реформации а говорили о собственно Прибалтике не говоря о Литве как раз таки большей части мы говорили о тех территориях которые в общем-то были большей части евангелическо-ветеранским в будущем то есть вы уже как раз говорили о Западной Латвии и в Эстонии и в Литве и третий вопрос что стало с этими тенденциями после 1720-х годов когда как раз таки Прибалтика вошла в состав Российской империи Я начну с первого вопроса Что касается вот этого как вы называете дикого барока и так далее то первый момент то есть скажем так эпиграфист идет от имеющихся памятников поэтому просто могу как бы ответить как человек занимающийся именно эпиграфическим памятникам все что мы о чем мы говорим это напротив влияние скажем так ну так если его можно назвать паневропейского ренессанса который ну разумеется с разными отклонениями региональные но все таки в целом для Европы более или менее однороден отвечая более как бы сказать строго на ваш вопрос памятников в эпиграфике мне неизвестно эпиграфических памятников больше в этом смысле не смогу ничего сказать второй вопрос что касается ну скажем так вот я все таки объединенно не поверил первое второе третий вопрос что касается судьбы так сказать в лютеранскую эпоху или не в лютеранскую эпоху я бы сказал так что для эпиграфики как это ни странно достаточно сглажены противопоставления между лютеранской и католической я бы так сказал частями истории этого региона и по тем памятникам которые мне известны скажем так назвать какие-то если не говорить о текстах о цитируемости текстов из Евангелия и так далее если говорить о изображениях и текстах собственно говоря эпитафий то противопоставления едва ли фиксируемы на эпиграфическом материале ну что касается так сказать вот этого расширения относительно ну так сказать регионы прибалтика или не прибалтика то все-таки мне думается что во многом пути развития эпиграфики в восточной прибалтике когда я говорю о восточной прибалтике я говорю о восточном побережье Балтийского моря начиная от так сказать Финляндии которая ну так сказать к западному побережью никак не относится вот и заканчивая тем же Данцигом вот это важно несомненно то что модели пути формирования изобразительных мотивов формуляры текстов были несомненно одними и теми же и несомненно мы можем говорить о скажем так о формировании вот редесансной порочной эпиграфики в восточной прибалтийском регионе вне отрыва от более южных по отношению восточной прибалтики регионов а именно Нидерланды и то что мы условно говоря называем как немецкие земли скажем так вот в этом смысле вот вот поэтому как бы да ну не знаю смог ли я как-то еще ответить на может быть какие-то такие дополнительные вопросы которые возникают уже из моих слов но это так то есть с точки зрения эпиграфики нет противопоставления между эпиграфикой условно говоря католической и протестантской я не беру сейчас частный случай цитирования частных текстов писания это отдельный разговор и это вот наверное единственный случай когда действительно есть некое противопоставление и естественно изобразительные сюжеты разумеется одинаковые и более того например вот например в том же например Эльбинге или Эльблонге нынешнем польском так сказать например конечно же очевидно работа в городе целой артели мастеров явно выходцев из Нидерландов и это подтверждается и архивными данными из Эльбонга что касается судьбы памятников после присоединения так сказать земель к Российской империи в начале 18 века я бы сказал так что принципиально для садних памятников на территории восточной прибалтийской побережья не меняется принципиально ничего но очень много и принципиально меняется старорусская эпиграфика которая собственно говоря перестает быть старорусской и так сказать дает нам те примеры уже здесь так сказать в центральной России о которых много пишет мой уважаемый коллега Александр Бегович Авдеев который собственно говоря является одним из таких известных специалистов уже по русской эпиграфике и московского периода и уже нового времени верского периода вот собственно то что мне кажется можно сказать вы же отличаете то есть вы имеете тело это плоть да то есть а вот что делается с черепом и скелетом с этим изобразительным рядом который как раз является более чем прочным ну если смерть ну конечно у меня просто как потребители потребители первое что вспоминается это вернение в Сан-Пьетро со смертью песочными чеснами и это как-то отражается в эпитахе ну скажем так с точки зрения изображения скелет является финальной так сказать ступенью изображения человеческого тела он вечный он вечный и более того вечный ну в смысле вечный в смысле того что дальше он не разложил чуть позднее чуть позднее уже в к середине 18 века не скажу что в первой половине к середине 18 века в некоторых регионах Европы начинает возникать то что мы условно можем назвать как такой некий атомизм в изображении человеческого тела то есть когда уже не сам скелет как некая единая так сказать композиция так сказать но некие фрагменты скелета начинают изображаться но это уже специфика дальнейшего развития уже уже я бы даже сказал когда уже барокко начинает изживать себя уже уже во второй половине 18 и даже в начале 19 века да ну если ну изображение ваня это стало более чем ну так сказать широко распространено ну как минимум со второй половины 16 века и вплоть до так сказать того же 19 века да это как бы да вот ну может последнее замечание которое я бы хотел сказать что конечно же то то что наметило барокко и ну даже не сколько ренессанс сколько барокко в изображении человеческого тела в европейском искусстве оказалось крайне я бы сказал устойчиво и было переформатировано только уже в эпоху авангарда европейского авангарда до этого до этого принципиальных скажем так изобразительных переформатирований так сказать человеческого тела принципов изображения человеческого тела в посмертном опыте невозможно об этом говорить только уже собственно говоря вот европейский авангард с его новыми принципами вообще в изображении в композиции в структуре в его новом так сказать поиске новых принципов изображения перспектив изображения уже так сказать совершенно по-новому смотрят и на изображение так сказать тела живого и на изображение тела так сказать пережившего свой физический конец как я уверен так так и уж Продолжение следует...